Никак. А, тогда мы можем... Ну? Все включено? Мама, садись к вам сюда. Приспеши хорошо сходить. Вы не будете так видеть, что я на ней правильную папку. Поэтому я бы вас посадили сюда для этих целей. Я понимаю. Мы можем экран выключить и 100 с лишним фотографий не показывать. Но я думаю, всем интересно будет ваше прошлое и ваше настоящее. Ваше прошлое. Да. Ну что ж, я представляю. Людмила Александровна Андрозова. Человек-легенда. Давайте. Вот. Вам слово. В принципе, мы готовы начать показывать какие-то фотографии. А вы можете их комментировать. Если хотите. Я так думаю, что... Ну, может быть, фотографии, может, нет. А может, чтобы им кремль... Мы начнем садах, как познакомились. Сначала. Ах... Со святослава. Ах... Ага. 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 Николай Васильевич, и сюда Слав Николаевич приезжает, и вот тогда мы встречаемся от Сибири, от Сибирского отделения, приезжает группа небольшая... В музее Востока. Что? В музее Востока встречает. Прежде всего, впервые я увидела в моем Большом театре, а позднее Павел Федор Любильников пригласил в сибирских ночевками, сибири, встретиться. Дикторон. Даня, не слышит? Слышит? Хорошо. А, дикторон. Не микрофон. Мы устроили встречу, попросили в Великому, прямую приседоскатку, устроили встречу, и тогда я иду впервые, в общем, их хорошо, близко очень увидела. Вот. И у него... У нас было не так много человек, наверное, 10. Ну, наверное, да. Матография есть. Ну, это нет, это я его провожаю. Провожаю с Святославом Николаевичем. Тоже проскатил. И вообще это не 17 лет, это где-то 84 лет, скорее. Ну, вы, наверное, хотите знать, что человек чувствует, когда увидит другого высокого человека, да? Интересно, да? Вот, что бы мы почувствовали, если бы вы увидели Николая Константиновича, да? В его присутствии, да? Или нет? Интересно? На все интересы. На все интересы. Пусть не покажут, что вам это странно, но я чувствовала свое величие. Он поднимал. И чувство, чувство глубокого уважения к самой себе, простота. И такое чувство, что все хорошо, что он принимается, ты принимаешь себя таким, каким ты есть. Ну, это было... Ну, вот, я помню, когда мы зашли туда, мы с другими товарищами, да? Задержались, несколько детей задержались, очень часто сел. Вот вспоминаю Наталью Дмитриевну Смирину. Знаете, где я, да? Возьмите голосу. Ну, с позиции моего 30-летия, так далее, я сказала, что... Я сразу все записывала на книги, которые я передала в музее. И с позиции моего 30-летия, с помощью, я говорю, что... Пишу, что входит старушка Наталья Дмитриевна Смирина. И она, ну, горящий псор, восторженный, видите? Ну, когда, вот, чисто со стороны, как-то так скупировано немножко. Вот сразу чувствуется, что... Ну, я вижу, что она чувствует свое... Ну, как бы ничто по сравнению со Святославой. Так смущает, серьезно. Ну, и садится. Потом Гошкалдар входит, это хранитель картины галереи, тоже очень смущается. Ну, не такой бессложный, выжирающий взгляд, как у меня Наталья Дмитриевна. Ну, неловко ставить цветы ту лаконас, в ту в другую, и, в общем-то, уже садится. Но я этого не чувствую. Как я вам сказала, он просто взял за школу. И вот, ну, все, взял. Ну, это вот сегодня четвертый год, и каждый год позднее, каждый год, когда мы приезжаем. Так случилось, что я тогда работала учебным секретарем Сибирского отделения и президентом. И мне послали в комендировку в 1976 год. Комендировку, чтобы привезли Святослава Николаевича в Сибирь, и там должны быть информации в Курсмате, в Большинство с консервами и Малайхами. Ну, в общем, по возможности переговорить с ним, и если он сможет, то привезти. Ну, когда я пришла, у нас странное дело в нашей Академии в Москве, и там видела своего президента, в общем, я поняла, что документы, которые я привезла, все переписано, в Машу, Сибирское отделение по поводу участия в Зарево-Институте Курсвате, в общем, ничего этого не надо было, и мне сказали, что мы будем встречаться, немножко ситуация изменилась. Поэтому, когда Павел Федорович Беликов позвонил мне, что я приехала, я сказала ему, что я приехать, конечно, с великой радостью, документы, я помню, все, что вы пришли говорить, я сейчас неуполномочена. И попросила я, он сказал, нужно уж что-нибудь приезжайте, значит, нужно уж что-нибудь. Я вам сказала, очень-очень вредить в Сибирскому Новичу. Если можно, не обязательно лечь, совершенно не обязательно, но может какая-то встреча, еще что-то, буду счастлива. Ну, Павел Федорович сказал, что в ближайшее время не предвидится. В общем, мы встречаемся. А весь шум, когда я пришла в гостиницу, у меня жена, он там лежал, записка срочного позвонит Берлина в твое время. Я позвонила, и Энфер сказал, чтобы я приехала, потому что Святослав Николаевич просил, чтобы я приехал. не и на следующий день я. Я у Святослава Николаевича, и вот с этих пор, каждый раз, когда он приезжал, его приводчица, Генриат приехал, он был, он был, он был, Павел Федорович, с водителями, где бы я ему была, с просьбой приехать, приехать, побыть, вместе со Святославом Николаевичем. Я, конечно, сестра сучит, особенно, когда приняла Сепану эту сумму, когда мы же поможем, ну, там, где я не говорю, или не в Москве, но мы тоже, как я учил, мы тоже, а просто человек, как я учил, сестра земляно-шрубского. И восстановилась у нее, и предпосыл Сепану говорил мне, а я не хотела ехать, ну, не то, что не хотела, я очень хотела. И она спрашивает, ну, почему, почему, Людочка, вот так не хочешь туда? Я говорю, я так хочу, во мне все так полно, а вдруг я приеду и все исчистит. Ну, и даже когда мы уже там были, предпосыл с Павелом говорил, ну, ладно, Людочка, я тут пойду, а вы, наверное, хотите остаться, мне страшно. стеснялась, я даже пугалась, я сказала, что вы, что ли, я уже все сказала, мне ничего не надо, это Святослав Николаевич берет меня за руку, и говорит, окружение, и правда, все рассказала, ну, и поэтому, и там уже было бы беседу, все. К счастью, случилось так, что все события жизни как-то управляли, и он ослаблял. что еще сказать, я могу искать это слово изъятие Святослава Николаевича в 89-й год, когда он был у Горбачева, гостин Горбачева и шел на его даче где-то в центре Москва, и когда к нему не было добыска, я слышала со всех сторон, ко мне приезжали ребята из Омска, из Новосибирска, просили не то чтобы ко мне приезжали в Петербург, в Москву, и просили телефон. У меня телефона не было, удивлялись, что я не там, но ничего там у меня не было, я и не собиралась, потому что я слышала, что меня населенно никого не допускали, и даже Людмила Степановна то с большим трудом, где-то вначале мы встретились внутри, а потом встречались и Кирилла Берликова, также и все такое, я думаю, нарываться на нет, на явное нет, и тем самым как-то испортить, не то что испортить, но как-то нехорошо отношения у Василия, а не условно я не знала, и так бы оно, наверное, продолжалось, если бы я написала не получила письмо от Диты Васильшки, это Рубин, школа имени Рубин Макошки, которая организовалась в Дославу Николаевичу, она была директором Школы на исчезновение. Я получила от нее письмо, в котором она пишет, это было в конце ноября, что вот она сейчас в буквальном смысле на чемоданах попрошается в Дославу Николаевича, пишет дадо мне письмо, и очень надеется, что я о нем позабочусь. Это, конечно, было как-то, ну как это я могу о нем позабочиться. Но я, тогда я подумала, что я, конечно, я сделаю то, что я могу, а остальное петь зависит. что я попробую узнать телефон и позвонить, и уж как нам получится. И, конечно, прежде всего, позвонила Медрею Демихановне, которая всегда была переводчиком, приседа с нами во все времена его приезда. Я позвонила, я это сказала, я сказала, что мы не знаем. Говорю, ну, я могу дать телефон Сазанова. И Сазанова, это ему было ее, она все дни в Гималайи, все дарова, там он на ней пишет, если бы читать, не надеюсь. И, что она много раз бывала в Индии, хорошо знает Севастоп, и вот, говорит, тебе ее телефон, может быть, она знает. Тогда я звоню ей, и она мне говорит, у меня есть телефон, и я не могу не дать его вам, потому что я получила, говорит она, цивностное письмо, в котором тактику опасаться боится. Вот вам телефон, но помните, знаете, что он, телефон не подходит, ну, вообще помогаю вам. Я позвонила, и вот он как раз пришел, этот случай, что Светлана Николаевича пришел телефоном, и на следующий утро я была в Москве. Это был ноябрь, холод, возле, там, большущий забор, дача, ограждающаяся по сей день, милиция, и много народу, ну, не так, что много людей, которые хотели попасть Светлана Николаевича, вот пукетом цветов, но я прошла, ее имя там было, и я прошла через этот картон милицейский, через дорожку прошла в саму, в саму эту дачу, в саму, в дом. Открыла дверь и сразу увидела Святослава, и он как-то, интересно, всегда мы приходили, а он в кабинете, где-то там, можно погодить, ну, как-то, пространство, тут он прямо, и, ну, мне этот, я же сказала, что 15 минут, ну, я 15 минут, да, а после этого Святослав Николаевич сказал, я вас прошу, запишитесь на завтра, и я обратилась, конечно, к этим официантам, и они сказали, завтра мне, завтра в 10 часов космонавты, в 11, еще какая-то встреча, в общем, он очень занят, и это невозможно, и потом, они спросили мою фамилию, я сказала, и ко мне говорит, вы, Анна Русова, никаких космонавтов нет, Святослав Николаевич, Святослав Николаевич хочет вас видеть, вы можете приходить на полетень, в какое время, и сейчас, не ходите, у меня в бассейн сейчас придет, она будет тоже рада, что у вас есть, и, подождите, ну, вскоре пришла Мина Васильевна, две имени, за одну руку, за февраль, на полосеанс, я говорю, Девика Рани, первые меня в имени в спальню, я думаю, это была спальня Святослава Николаевича, и, вот, ну, вот, мы ее нашли, сказала Мина Васильевна, а Девика Рани добавила, она будет здесь вот работать, ну, вот, так это было первое посещение, приходила я, каждый день, ну, это немного, до нее три-четыре, и, однажды был координационный совет, когда мы собирались, обсуждали, вот, вот, этот датчик, и Святослав Николаевич выступил, просто вначале сказал несколько слов, много очень, почти никак, никакой информации о встрече с Тарпачевым, просто общими фразами, что это было очень активно, очень хорошо, а потом мы часа два совещались, между собой, Васильевна Ставна Николаевича, и не принимал никакого участия, надо сказать, что когда я первый раз его увидела, тогда, 15 минут, когда мы его сказали, меня удивили, и опять, я был такой, я ему не сказал усталый, какой-то отрешенный, немножко утомленный, как-то, что не так, оказалось, что-то, наше сне радостное, не особо наше сне радостное, и, я, Господь, приходила, а, ну, Васильевна, когда шипела, мне надо, скажи, что, я извиняюсь за это слово, шипела, может, как-то иначе, скажи, что занят, скажи, что не можешь, но мы сидели с ним часто, просто сидели там, живете, все было послушивание, и ни о чем нельзя было говорить, и он только показывал, что там, там, эти ручки, какие-то звали, и говорили, просто сидим, молчим, минут 10, потом он говорил, ну, это очень важная для меня вещь, например, я тогда, в этом году, шла из-за завара, работал там, год, старший, дочь сотрудника, и он мне сказал, вы приз-бару забудьте, и сказал, что, я не знал, что дом всегда слава, санкаруэл, отца сгорел, там нет сейчас духа Николая Константиновича, потом, например, он говорит, подумайте, вдруг, так сидим, подумайте, я спрашиваю, это было до работы, в инценте, спросите, немцы этого, никакого инцента не было, конечно, здесь, да, говорит, вы знаете, вам, может быть, лучше поехать и играть, и там все, образуется, и вы увидите, однажды, что все образуется, идите вам в магазин, и туда, а то еще сидим, он говорит, вы не думайте, я гуляю, иногда вокруг дома, гуляю, но еще, я вот сюда, вот там все записала, если уж точно не помню, но, вот, 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 последний день в моей пограничной встрече, с вами, это самое последнее, Я приехала Чайка, его готова ввести какое-то правительственное заседание, и он просто проходит, что тут народ, и вот он, и со мной, и просто не придал. А я оделась, и думаю, что надо пересекать дорогу, сейчас уходить, я подожду, встаю вот тут, и подожду, а как они уедут? Вот он проходит мимо меня и спрашивает, вы со мной? А это сразу я на английском, на русском, нет, 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 я тебе сказал, что это невозможно, как невозможно. В общем, он проходит еще шагов 5-7, и в руках останавливается резко, сбрасывает руки на грузер, который тут, и поворачивается там, и возвращается ко мне. И он отводит грядь волос за ума, и широкий крест на знамение посиняет меня, вот эти крестом сгонки для ноги. И просто в этот самый момент начало, что он никогда не видит. Я никогда не прошу. А я писал, как оно исключалось. Святослава не была еще писала. В одном из писем он благодарит всех, кто восходил на решение, в 13-м году, в 13-м году. И благодарит за то, что мы решили подозгать имена зимней ряги. И о семье вот эти решения, и он сказал там убийство, что будет что-то правильнее, и может быть. Что касается восхищения, как раз в 1978 году мы решили на вершину, Женя Мадочек предложил нашу вершину. Вы знаете, что я чувствую, конечно, в этом доме, когда ребенок победил, то есть человек, который сыграл большую организацию восхищения, удовольствия, и в выборе вершин и предложении посвятить, назвать именами «Человек-семьер». И в частности, в 1978 году я как раз уйдала со Святославом, он знал, что я иду на вершину и что мы хотим. Эту вершину посетить память Ирины Ивановны Рерии. И тогда он сказал, назовите эту вершину, вы звали. Я не просила, я не буду звать. То есть как? Как вы звать? И вот мы и пошли на эту вершину. Надо сказать, что посвящение на эту вершину как-то получило большой международный резонанс. Как-то сразу откровенесены прикольные на пусть. И не только из Австралии, и из Германии, и из Финцарии. Все когда-то приветствовали, такой неожиданной момент, 78-й год, в северном свадьбе, все когда-то на железный занавес. И расхождение состоялось в неделе, а в сентябре я уже была в Америке. Это была группа туристов, группа сибирских компаний, сибирских учетов. Я была в Америке, где я работала, и я была в составе «Яхотки» рассудителя на территории «Хвостик». А до этого мы с ней встречались в чем-то году. Она пригласила сибиряков в гостиницу свою, и мне рассказывала. Я тогда впервые услышала главу Лавадской, и вообще обману, на территории «Хвостик». И вот я ее, она только, говорит, я только что получила от вас письмо восхождение на «Хвостик», и вот вы уже здесь. Это было незабываемо, то, что мы ее посетили уже в Америке, и она страстно говорила о Сибири, о ее будущем, о том, как она хочет побывать снова. И очень так благодарила сибирских ученых, и нас сибиревым за то, что мы храним заветы, что мы молодые люди, и она знает, что можно тебе быть спокойным, потому что тело верит, надежда, а у как. Ну, это в общем, она, я в то время, ну, все, что все деньги, которые поменяли, 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 мы еще купили на фото, на который можно записываться. Записала ее, и там у нее была поменяница, как она ее называла, тоже. И, в общем, ну, эту кассету я передала, вот, по себе передала, и они теперь все разнообразны в обществе, потому что мы так видим напрямую обращение. Ну, в общем-то, но мы много, большая переписка у меня была с Анейдой Кривой и Фостик, и это потому что я так проводила по партнер-президиуму, и на проверческих чтениях принимаешь, и не только непосредственно участие в виде доклада, конечно, но и в организации, это была очень важная организация этих чтений, поскольку я работаю президентом. И вся эта переписка тоже я работала здесь, в музее, и так случилось, что я получила от нее письмо, где она пишет, она знает, что я бы сейчас, мы находим на основе на Алтай, на вершине Рерии, и она пишет, поклонитесь от меня пироги, а вы защитите, вы знали, что можно от жизни. И тогда Жене Малычу предложил назвать музейши в самом центре, рядом с Белого, на фону этой пироги, не очень высокая вершина, посвятил памяти земному вовремя, назвали ее вершиной и сердцем. А в это же время, например, Женя Малычу, господин, на вершине Федоровича, мы с другим дневном, и мы нас видели, я-то не видел, к сожалению. Ну вот так мы вершину позднее, мы его заходили на вершину в святейского апреля, и мы его заходили на вершину, и мы его заходили на вершину в святейский апреля, А давайте мы в фотографии посмотрим, и вы какие-то из них прокомментируете. Вот данный Майдан, который мы сейчас, и тот в данном сфере, который был в Севастополе. Это в каком уровне, да? Это в будущем. Я думаю, что это в 84-м году. Это 84-м юбилея. Это мы, гостиница Святослава, гостиница Советская, вот группа сибирских ученых, Наталья Дмитриевна, с Пиринским, Маргарита Валучева. Все представления сейчас наше внимание, сделавшие сейчас на сибирском первом обществе. И вот наша встреча с ними. Но там тоже большая фотография. Сейчас мы все посмотрим. Но вот эту фотографию сделал Энди, директор музея в Нью-Йорке. Он подошел и сказал к нам, когда сидел с Севастополом, чтобы мы получили есть фотографии вдвоем. Тогда Святослав Петрович встал, где он меня завершал, и вот это была сибирская фотография. Это в каком году? Это я... Это, по-моему, восемь четвертый, без учетов восемь четвертый. Ну, тут тоже. Это одна радость с нами. Я выступала на конференции, по-моему, в Знании по Техническому музею, что я относилась на конференции. Ну, не конференция, а выступление Святослава Натальевича. Это пресс-конференция? Пресс-конференция, да. И я сейчас в данный момент дарю ему этой песни после выступления. А вот тут книжки трудов, вы имеете в виду, да, книжки. А если мы сейчас посмотрим, что тут еще не видеть? Дима Пафуху. Да. Дима Пафуху. Это Доктор Дмитрия. 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 Это шевелево, а это вот эти вещи. Я не знаю, тут вот моя дочь и Маргарита Влада. Вот это молодая. Нет, рядом с моим сестра, а вот тут еще. Маргарита? Просто этого никто не знает. В Маргарите, да. Кроме Вас. Она же в доме? Нет, эти фотографии прибликуются. А теперь мы пишем неустановленное лицо. Нет, нет. Как раз установлено. Вот эти твои я не помню. Я просто не знаю. Болжу, ладно. Придем несколько лет назад. Ну, потом третью слева Маргарита Влада Влада, которая моя дочь в доме, в маточке. Да, это с Кириллом. В аэропорту, да. В аэропорту. Да, а там мятцевая. Нет, в аэропорту нет. В шляпе там уже. Нет. Какая-то другая? А мне кажется, вот эта. Сейчас. Вот это тоже более техническое, да? Это тоже самое. Это идея на столе? Да, вот как раз сейчас эти виды есть. Вот Рыбаков тут. Да, Рыбаков. Который единственного я видела, как, допустим, сентября. Вот вы выступаете. Да, это я выступаю. Это музей выступал. Это музей выступал. Лекторий. Да. Это музей выступал. И это был сплавный вечер. А еще другой профессор. Очень прочувственное решение. Вот Монус Ворский здесь еще, да? Да. Варианшин. Ну, вот это, наверное, сегодня. Встреча. Ну, вот это и львейцы уже. Это уже и львейцы. Она очень разная. Ну, это опять, ну да. Разные моменты. Так, вот, извините, у нас все перемешано, так что будем перескакивать. А как вы попали в канат? Конечно, мама, с которой я приехала, нечего нас ждать. Завтра будет еще. У меня дочь уехала в Америку. Я посетила ее, а там же встретила. Там не нужно. Понял. Когда я приехала в дочь, как турист, я... Решила привести хорошо, ну, время, да, как не дали. Я на готовую визу. И я... Меня пригласили... Я перевела книгу. Прекрасно. Моги без Петрин. Это замечательная великанская женщина. Ходила... Ходила пешком по Америке. Вести любви за сего. Между ступеней душевной. От души. Как жить? Говорила. Хорошо. Говорила. Ну, и я поехал туда. И там узнал, что можно поехать в Ананда-Вилоч. Это не далеко от столицы Калифорнии. Можно. И там я как раз... Спасибо. Один индийский философ. Пармана. Что... Я не знала, что я не знала. И я пришла туда приехать для того, чтобы взять уроке йоги и медитации. И одновременно мы работали. Мы не платили. И мы не платили. Но там мы встретились. Мой будущий муж приехал из Канады. А я вот залез. Там мы встретились. Где-то месяца через пять он приехал на Ляску. Хороший месяц. Вот. Это один... Ну, это уже было после. Но я уже... Это уже... То есть не в Америке. В Канаде. Да, Канаду. Со студентами. Я сразу как в Канаду приехала. Да, я сразу решила учиться. Поступила в университет. Ну, вот это пареньки. Вот это еще. И в Канаде. В его дом. А что, письмо Сутраслава? А, вот это нужно адмонизировать. Да, ну, это английский. Там английский, наверное. Дэри, ты печатал, да? Ну, нет, а дети не будут путешествовать. А вот еще и письмо вам. А вот еще и письмо вам вам. Я не упал. А вот еще письмо вам. А вот еще мы используем. Этот антрес только на русском, а так все остальные на русском. Замечательная песня, в которой мы участвуем, потому что я верю, что в жизни есть два направления. Одно, кстати, вы не смотрели, одно устремление к высшим решетам, к построению учреждений, связанных с миром, говорит, я знаю. Я знаю, что вы сможете сочетать эти два направления. И сможете построить лучше в будущем. Вы себе эти участия. Вы чувствуете счастье, что вам дана возможность следовать на пути. Ну и тут оно пришло завершение. Это я, вроде. Ну, в общем, это. Сейчас еще у нас одна. Мы подготовились к основанию. Да. Дело в том, что Людмила Александровна, она обрекдовала практически весь свой огромный архив. И для нас это большой, большая возможность действительно не просто судить о событиях такой давности, как по воспоминаниям, но и просто, можно сказать, знать об этом с первых рук. Часть этого архива уже была издана в шестом томе трудов-конференции Рейхмского наследия. Ну вот, следующие фотографии. Да. Это в Новосибирске. Картинный галерей. В самом Новосибирске. Конференция. С Рейхстички. В Голубе, в Сентябре, в шестом году. Тут в Африке не дала. Да, конечно, тут мы все. А, ленькая? Да. А вы были секретарем Каптюга? Нет, это не Каптюга. Перед Каптюгом был Морчук. Морчук? Да. Он меня пригласил на работу. И я была значимым секретарем. А это премьера фильма, да? Нет. Тут Сергеенко и Григорьев. Да, я вижу. А это Кашкорда, да? С тваричем. Почему Кашкорда? Нет. Рудзити. Гунта? Да. А вот слева, да? Да. Шапочник. Это где? Тоже в Сибири, да? Это ваше в Сибири. А это вот выступает. А это вот выступает. В прекрасном времени. А это кто выступает? Вот я забыла. Колчимин хорошо знает, кто это уступает. Но это не Макаров уступает из Влады. А вот я не знаю. Который возродил Айдр в Воймоне, да? А это Воймоне, я как раз сейчас вижу, что там уже совсем не начиналось. Вы были сейчас там? А как, на Ваш взгляд, соответствует облику какому-то историческому усаду? Видите? Мне так понравилось. Понравилось, да? Да. Понравилось. Но в хорошем состоянии. Усадь в хорошем состоянии. Работает. Мне вообще понравился дух Воймона и вот этот музей, и еще там здание. Старое музей. Это музей, который строили Дмитрия Ивановича. Ну, все поддерживается в очень хорошем состоянии. Народ там очень творческий, очень рамотный, очень образованный. И с большим таким, жаждой знаний, жаждой понять, узнать, осмыслить. Ну, и в кабинете, да. А вот эта фотография в кабинете? В кабинете, да. Вот румянство здесь, да? А это рамплитация? Да. А эти вот тут такие, да? Вот. Сзади билярка, вот с него. Героид, вот сзади. Вторая. Кабинете. Так, вот это, кстати, что такое? Это, да, да. Со Смирновым у Северским? Да, с этим не было бы Северским. А ваше впечатление от общения со Смирновым у Северским? Какое-то было у вас общение? Ну, конечно, было. И они, когда они работали, решили, они были. Замечательный человек, что я могу сказать, художник. А он великолепный. А это встречи какие-то случайные фотографии, да? Ну, они на картинах выставлены в Москве. Может, и в Москве. Скорее всего, в Москве. Ну, конечно, в Москве может, там многие и нет. Случайные годы, скорее всего. За временем моего, моего, грустного, неополепительного дела. Это вот такое, династральное уступление, я думаю, дать вам говорить, если что-то. Ну, это вот... Сибиряки. Сибиряки. Ну, вот это Инна Сев и я модеридовала Инна Террина сестры. А как ее фамилия? Да. Мордовина не сестры. А, ее фамилия тоже была Андросова. Андросова, да. Еще раз. Может быть, и любого, и по-моему, и чем, и на стримовом, и вообще не усыдно. Фотографии тут права полагают, что, но они непосредственные такие. Вот они. А вы довольно-таки часто бываете в Нью-Йоркском музее Рейнка, да? Я не бываю, там часто было, наверное, раза два-три. Я училась в Англии, меня пригласили. Это было в 91-м году. В 90-м год я перебила книжку, связанную с нового разума, Энст Холмс, это, о нем пишет, ну, как Энст Холмс, теперь где-то в одном, я не понимаю, потому что это не смысл. Как они мне напечатали? Как вы говорили? Энст Холмс. Холмс. Да, он пишет, что вот теперь и в Америке, и в Новая эра, и в Нью-Эйдж, и Энст Холмс. И одну из книжек я перевела, нет, не его, но книгу посвященную. Этому, ну, так сказать, очень, вообще очень хорошее потечение. Прогону, ну, ну, такое, ну, все за деньги. Ну, как и все в Америке. И я перевела эту книгу и написала автору, чтобы вот, как у него. А я перевела на себя и на друзей, потому что мне это понравилось, намечатала все. И оказалось, что автор этой книги, председатель какого-то правления, это самый несет, который везет, ну, в общем, он меня пригласили, и дочь, такая еще, в принципе, от которой я тут была. Вот она, ну, вот. И вот они нас пригласили, ее пригласили отдельно за ее прекрасное знание английского языка. И она, ее зовут Василиса Майдаль, и она читала на английском языке «Цветы моря» или «Стихи». На всех собраниях они восторгались, и там, в Америке. В общем, мне пригласили, я училась там, и о чем перед этим языком? А мы идем. Заяхали в нее? Заяхали в Канг? Да-да-да, нет, мы не заехали. Энтин обратился, как бы я могла заехать. Сегодня я плачу, каждый наш шаг. И Энтин обратился к этому вопросу, как у знакомого, и с просьбой, чтобы мы на две недели, перед отъездом, перед отлетом в Россию, приехали бы в музей. И вот мы с тобой, он нас там увидел, встретил, мы жили в гостинице, мы жили там, подирались всегда в музей. Это Василиса, можно сказать, как ей там понравилось. А ваше восприятие, Энтин, как вы его почувствовали как человека? Ну, я все время, Василина, это пригольно, что-то, по-моему, говорила о ней и о мышках. Но, может быть, нет, потому что она передала, как и Энтин говорила, что она увидела в сон, что за ним пришли Елена Николаевна Костяновича, и они... И, в общем, она поняла, что пора идти, и она поняла, что он идет, и действительно, вот это, когда она пригласила, Елена Николаевна, и все. Но мне такое впечатление сложилось, что они не очень дружны с усидностям. Ну, то есть, не то, что не очень дружны, но как-то, ну, как-то, я думаю, можно сказать, но вот такого особенного, такого близкого контакта, в общем-то, я это не почувствовала. Хотя, мне говорили, поддерживайте связи. И мне так раз в два или три мы с ними вместе обидали, то есть я делик, а я делик, а я делик. Это Энтин, Светослав, и я в гостиницу меня приглашала, и в ресторане, и вообще, вращались, да. И потом, конечно, когда я уже приехала в Америку, я была в Ултино, второй раз, но он уже был очень поглощен в свою историю, связанную с ситуацией. И вообще с проблемами все. С проблемами, да, и даже собирался приехать, но как-то трудно, что-то от вашего времени. Интересно, чем он. Ну, мы, думаю, сотрудничаем постоянно, и благодаря Энтину мы имеем очень много материала для работы, он очень щедро делится. Да, я доверяю. Он меня очень хорошо пригодил. Меня и Василису, и... прекрасно просто. И ему очень хорошо. Ну, вот он у нас просто завалил документы материалы, у нас несколько десятков тысяч документов в электронном виде от него. То есть он абсолютно... Открыт. Да. Музей для использования работы. Да, это верно. И он рассказывал про посещение Милбасилиева, и, ну, много там, ну, еще много очных проявлений. Переживание. А вот на этом кадре видно, что он сидит вот здесь, вся Святослава Николаевича. Ну, снимки разного качества. Ну, конечно, есть. Ну, вот есть получше, видите, есть качество из подорожников. Разный ракурс. Разный ракурс. Поэтому я тоже с нашей души не делаю. Вот училась, видимо, да, из кустов фотографии. Здесь просто сидит профессиональный фотограф, Валерий Александрович Брунзов. Он, наверное, уже сайт. Монитры, снимки ничего, да? Вот такая вот фотография. Ну, это вот на встрече, да. А вот кто такой вот этот человек? Ну, его не знаю. И... Он все время фикруирует. Я не знаю, вот сейчас, когда один из моих друзей, Ко мне часто приезжал и лучше, шел в Сочи. Григорий, Георгий. Григорий. Из Сочи он? Да, из Сочи. Как его? Грифон Григорий. Грифон Григорий. Григорий. Григорий? Ну, это же надо отремонтировать. Да. Григорий Прилоус. Прилоус. А, все ясно. Да. Понятно. Переписка с Георгиком. Так, с этого... Вот очень интересный кадр, правда? Посмотрите там, да, и Святослав Николаевич как светлое пикмоз. Да. Как луч, да? Как интересно. Да. А, да. А, да. А, да. А это перевернут. А это Катерин Кэмпл. А расскажите о своих встречах впечатлениях о Катерин Кэмпл. Да. Это связано с получением знамя мира в Сибири. Знамя мира, которое было, я думаю, в двадцатых годах. В двадцатых годах. Да. А где Майсю? Здесь. Я вас отпису. Да. 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 Яwat Инна, оых 옷 Stevens в Америке. Раз. 시고, сразу после восхождения, curve world… А нам сказали, что все после восхождения, когда меня люди спрашивают, council of выпаси спрашивают, ну а вот как то вы Politics отрасльно иanta, а почему бы по вашей жизни изменилась, изменилась. А изменилась? То есть то, что чтобы я ни подумала, productivity не захотелось, все случалось. И так по сей день. И поэтому я всегда стриглась за свои мысли, просит того, что ты хочешь. И как раз в этот момент, и это правда, это не пустое вот, что, ну так уж, что, чего бы ни подумала, вот так же. Я всегда и живу на уровне необходимости, и все, особых таких начинаний нет. Но когда я вернулась с восхождения, там собиралась группа ученых, все было забит, мы поверили, все было забит, конечно. Но я нисколько не сомневалась, что я писательную покупатую группу, я только подала документы, хотя уже было и поздно, и все, и не нужно. То есть не то, что не нужно, но... Другой заказчик. Как-то был, я бы этим не интересовалась, я знала только одно, что я там буду, и дольше, как все и случилось. И когда я там была, у Зинаида Григорьевна, она предложила мне взять с собой знали меры, выполненную китайскому нашу. И все-таки, ну вы, наверное, видели это с нами, Вадим, да, у него подсекло, а раньше оно было в окне музея, в Маккреде. И она попросила меня, то есть предложила взять, а я не взяла, потому что я помню, как и в 76-м, когда я была на Олимпийских играх в Канаде, и в качестве тоже ободисмента в Советских Европейских. И я помню, я всегда вела такой образ жизни, но особо не считаясь, не с КГБ, это было очень нормально. И я, они меня обыскивали, вообще каждый плачок, я помню, как это все было, это было еще свежо в памяти. И поэтому я думаю, ну ведь заберут им это знамя, а потом, как я его делаю, мы, мы никогда не увидим. Но я написала, что мы очень хотим иметь знамя для ученых Сибирского отдела, то есть для Лерки Нюрмона, очень хотим. И еще я ей написала одно письмо, нельзя ли получить знамя также для ученых Сибирского отдела. Ну и как все так получилось, просто, я не знаю, буквально в 79-м году, то есть на следующий год, я получаю телеграмму. Там написано, телеграмма, то есть министерство тогда было, где вы, не видите? Генеевича. Генеевича, да. Прямо на мое имя телеграмма Андросова, на деревне дедушки, можно сказать, она в картинную галерею пришла. Ну, там меня сдали, и поэтому сразу передали аппарат президенту. Тебя было такого, что приезжает к вам Кэтрин Гэмбелл Стивен и Инги Горг Фридчи, и хотят приехать, и для передачи знамя Лера. Ну, это наши ученые, конечно, смотрелось, наше мое начальство. И, ну, в общем, они получили меня встретить, мне встретить этих больших гостей. Они были всего один день. И Кэтрин Гэмбелл приезжал, по-моему, с Генридом Михайловым, вот, как раз, с переучицей. С этой же самой милеевой, по-моему, и я получила не маленькую записку. Вот такая она сегодня у вас. Я предлагаю тебе. Отсюда это приговорит, она написана, дорогая Людмила Александровна, по вашей просьбе. Передаю вам два флага. То есть два флага знамени мира. Наша представительница, Кэмбелл, Кэмбелл Стивен, передаст вам, и увидит, есть ли вас в Москве, или у детей в Новосибирске. Эти вот эти, эти женщины, они, в общем, уже превратили в возрасте, на один день приехали в Академгородок, чтобы передать какие-то знамени миру. Но ученые сибирские, ни окладников, ни президиум сибирской помощи не приняли их. Ну, не только, что так не хотели, но я была, я была, жена, взять знамя мира. И тогда это знамя для сибирских ученых приняла я, как восходительную вершину в свадьбе, с обещанием, после еще обещания, передать им ученым сибирскому телу. А второе знамя мира, предназначенное для веры на Моно, Музей еще не был построен, музей этого не был. И я пригласила ребенку Андрею Матегорию, которая тогда была нашуршим своих чтений, о котором она же организовалась в русское поколение. Она, вот, такая, деда, как у макенников, из ведущих. Ну, вот, почему я ее пригласила, и она приняла это знамя. На целях на стенограмме, мы устроили, мы устроили небольшой такой доме ученых встречи с Кэтриномом и Могимом Фриджи. И вот она, после встречи, это же, намещала знамя, передать, как он был в музее, который был создан. Сейчас это знамя находится в порнаме, в музее, там есть комната Рериха, мы говорили, мы взглянули. И вот она там находится, вот так, такова это судьба. А я передала это знамя, попросила передать Наталье Дмитриевне, и письмо написала, что я прошу вас это знамя передать ученым Сибирскому делу. Ну, оно находится в Сибирском районе, в музее сейчас. В этом году я не знамя, не знамя, я знамя, не знамя, что будет сказать. Я была с ними. Это не люди, это просто не какие-то тренировки. День 1 сентября с такой миссией, выявляющийся в Казахстан, мне сразу выделить две машины, чтобы можно их проводить. Спасибо. День 1 сентября 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 сентября. Это тоже интервью, а не институт. Да еще. Это очень много. А как вы оказались на в Сибирске? А меня распределили, я кончила с мусором в целый суд, меня распределили, когда работали. В Заводичкаву, да? В Заводичкаву? Да, вначале, но я очень сломала, что респиратору, и вот там, и не познакомилась с Натальей 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 Натальей. И вот так, и вот так, и вот так я все время поделила в горы, еще студенты. Я была еще в Москве, когда был Юрий Дмилаевич. Я выставила работ на третий комплекс и еще в музее Пушкинского времени. Мы были у него картины. Я помню, тогда была выставка. Но я не то, что Сибири Рерих, я увидела картины. Но я увидела картина Рериха и Рокхол Кэнда. Они были вместе. И даже, я не знаю, почти ничего мне отдала. Мне не нравилось все такое другое. Но памяти, конечно, осталось, потому что, ну, понятно, что то, что было нарисовано, да. Потому что я видела, я видела себя в горах. И я просто как-то внутри эти картины. Мне уже один по-большому расскажу. То есть я вернула вот так. И можно было выйти за картина страницу. Но я приехала к этим городу, где встретила вот этот город. Это который сибирский ученок? Которая сейчас находится в сибирском районе. Может, сибирском районе. В музее? В музее. В самом городе или в академе? Нет, это не в академе. В самом городе. В музее, в самом городе. Но почему-то она так сделала. Но почему? Я помню, и эти работы, которые появились в Риме, была. И почему-то тоже были переданы. И так, как он хотел. И как он распылил. Хотел. Перепутали. На место, по-разному. Да. Что он в Ленинград? Да-да. Собири на баллы. Ну, а что я могу? Извините. Как ушел? Ага. Ну, все равно же. Да. Давай, сибирь. Хочу. Дальше. Так, как вы уже не делаете? Да, очень. А это у меня в вашем земле. Нет. Это что-то случайное. Это тоже ваша съемка какая-то. А, это я думаю было. Да, я думаю. Сейчас выкидывает гораздо лучше. Очень-очень. Очень-очень. Потому что внутри. Это мы говорили вам. Справа. То есть там священник. Потому что там священник. Сейчас уже не звери. Твери. Это не священник, который на Алтае сейчас. Отец Андрей. Я просто на интернете слушаю. А это проект ваш проект? Нет. Это проект, Кемена Лосева. Ее дипломный проект на строительство Музея Рериха в Новосибирске. И я как раз это проект. Он вообще прям был большой стоп. Я не знаю, продается. Мне это прикольно. Как мне. Лена Леночка Лосева. Ну, в общем, она прекрасная. Я очень восторгалась. И прикольно. Очень. Мы не садимся. Такой стоп. Кеме. Ну, только проект. Да. Продолжать проекты. Продолжать проекты очень просто. Да. Не было. Поража. Да. Наверное, на уши. Трисчасти. Трисчасти. Про извару. Про извару вы уже сказали. А вы сами бывали в изваре? Нет. Ну, я имею ввиду после этого. Да, и после этого. Как Ваше впечатление сейчас это с Вами? Все-таки Дух вернулся туда или как? Или не был даже? Нет, мне трудно сказать. Я подпечатала те, которые там были. Он был немножко в отечественной точке Средневековичной. Там был под директом, были знакомы. Я не знаю, потому что все жертвы, это слово. Как Вы его звали? Рисник. А фамилия? Ременочный. Он сейчас на Алтай живет? Нет, говорят на Алтае, в Галинии. Да, наверное. Ну, не трудно сказать. Ну, наверное, надо пожелать этому музею возраст. Конечно. Потому что...